Дорогие участники, приветствуем вас на третьем вебинаре в рамках курса «Конкурсные процедуры от АДАЯ». Сегодня наша тема – объявление конкурса и работа с заявками. Да, Наталья, спасибо. Если вы сегодня с нами впервые, то добро пожаловать на наш курс. У нас уже прошло два семинара. Вы, если захотите, сможете с ними познакомиться. Они у нас все на сайте «Силы вместе». Хочу сказать, что курс всего состоит из 10 открытых вебинаров, которые рассказывают нам о всех этапах грантового конкурса. Вебинары проводят эксперты практики. Это практики с большим опытом работы в области грантмейкинга. И после каждого вебинара вы сможете проверить свои знания и пройти тест онлайн в течение недели. И для тех, кто его проходит в течение недели и справляется, есть сертификат. Организатор курса «Благотворительный фонд развития сообщества «Гарант». Вебинары проводятся в рамках проекта «Школа грантмейкинга. Современные вызовы и перспективы при поддержке фонда президентских грантов». С нами сегодня два спикера. Это Вячеслав Бахмин, эксперт в сфере благотворительности и развития гражданского общества. Его представлять уже, наверное, не нужно. Он сейчас с нами. И чуть позже подключится Эльвира Ильниченко, руководитель проектного офиса Центра управления социальных инноваций «Грантрафтинг», который занимается развитием культуры и технологии грантов и исследованием и продвижением технологий развития местного сообщества. У Эльвиры огромный опыт развития и администрирования благотворительных компаний. Ну что ж, Вячеслав Иванович, я передаю вам слово. Да, здравствуйте все. Доброе утро и добрый день тех, кто уже дальше к Сибири. Вот сегодня у нас третий семинар. Семинар вроде бы несложный, потому что тема всем, наверное, хорошо известна, кто когда-то организовывал конкурсы. Вот с самого начала хочу сказать, что можно задавать вопросы по ходу того, как происходит наш разговор, презентация. И мне потом Анастасия в какие-то перерывы может эти вопросы зачитывать, чтобы я сразу отвечал, и чтобы у вас не оставалось каких-то непонятностей в ходе нашего разговора. Вот сейчас я попробую запустить экран. Наверное, вот так. Да, все хорошо. Да, все видно, все хорошо, замечательно. Итак, давайте начнем, наверное. Ну смотрите, значит, прежде всего, про себя я не буду показывать, потому что я уже много раз показывал, все знают. Итак, когда мы начинаем объявлять о конкурсе, то вот тот самый документ, который становится публичным, ну обычно его называют по-разному. Это может быть положение о конкурсе, принципы и правила представления поддержки или объявления о конкурсе. Названия может быть разные, но это ключевой документ конкурса. Почему? Ну потому что, во-первых, с него все начинается, и то, что мы задумывали и обсуждали внутри своих коллективов, теперь выносится на рассмотрение публики, и тем самым такой документ, он является приглашением к участию в конкурсе. То есть организатора конкурса таким объявлением, в общем-то, дают некоторое обязательство, что люди, которые примут эти условия конкурса, они будут, смогут участвовать в конкурсе и по результатам этого конкурса могут стать победителями, будут заключены договора и так далее. То есть это некоторый набор обязательств публично выраженных, и вот в бизнесе это называется публичная оферта, в нашей сфере некоммерческой, это стараются, такое название стараются избегать, потому что публичная оферта, она именно в бизнесе, и там очень много разных юридических последствий, поэтому не хотят наши организаторы и юристы, чтобы это трактовалось как публичная оферта. Но вот между тем, на самом деле, это действительно серьезное обязательство, публично выраженное, и могут быть по этому поводу объявления и разные оговорки. Вот, например, я вам сейчас покажу пример из конкурса, где объявление сказано так, что отмена конкурса может быть осуществлена на любом этапе вплоть до момента заключения соответствующих договоров благотворительного пожертвования. Именно потому что вот эти документы, договоры благотворительного пожертвования, они являются юридически значимыми, а объявления вроде бы авторы считают не таким юридически важным. А если будет действие неодолимой силы, это известная такая формула, то вообще, или прекращение финансирования, то отмену конкурса можно производить на любом этапе. Это вот такое заявление в объявлении о конкурсе. Одновременно говорится, что компенсация участникам конкурса за их расходы на подготовку информации и документации вообще-то могут делать что угодно, в принципе. Или могут отменить конкурс на любом этапе, а мы, в общем, должны, по идее, должны с этим смириться. Никаких последствий это не влечет. Но на самом-то деле юридических последствий, конечно, не влечет, особенно если оговорки такие есть. Но репутационные потери очень могут быть существенны. Поэтому вот чтобы я посоветовал все-таки, несмотря на все эти оговорки, про которые мы говорили, и которые должны, наверное, появиться, потому что ситуация, может быть, сильно изменится, и какие-то вещи нельзя будет выполнить, несмотря на то, что они были в объявлении, все-таки надо стараться этого избегать. И корректировка объявления тоже вещь очень существенная, потому что когда конкурс объявлен и участники начинают к нему готовиться, то любое изменение в объявлении, оно, в общем, вызывает дискомфорт и изменение планов людей, которые в этом собрались участвовать. Но, тем не менее, корректировка, хотя она нежелательна, все-таки иногда происходит. Вы сами знаете по практике, что часто, ну, не часто, а все-таки иногда сдвигаются сроки конкурса, потому что, например, заявок недостаточно и передвигают время конкурса. Это все-таки довольно часто встречается. Но, с другой стороны, кроме сроков подачи могут измениться, например, контакты или ответственные за то, кто принимает там заявки, риса, как это могут измениться. Но, в принципе, стараться надо, чтобы измениться. Что еще, когда нужно объявлять. В принципе, очень по-настоящему вопросов. Тут надо, это все зависит от того, что серьезно и сложно подготовлена заявка, потому что заявку надо какое-то время на подготовку заявки. От чего это может зависеть, вот сроки объявления. Ну, вот от этих параметров, ну, и одновременно еще это зависит от того, насколько конкурс регулярен. Если конкурс проводится регулярно и даты его более или менее известны, то есть, ну, каждый год они проводятся, например, в мае. Известный конкурс какой-нибудь корпоративного фонда на своих территориях, то тогда уже этот конкурс ждут. Если его ждут, это значит, что, в принципе, какие-то даже заявки для этого конкурса заранее готовят, потому что считают, что он обязательно будет. Тем более, если такой конкурс действительно объявлен как ежегодный. Тогда важен срок от объявления конкурса до дедлайна, когда уже он прекращается, чтобы этого времени хватило на составление заявки. Вот почему конкурс, эти сроки связаны еще и с сложностью самой заявки. Но если это конкурс новый, и раньше он не объявлялся, то, в принципе, начало объявления о конкурсе, оно может быть даже раньше, чем начинается прием заявок. Ну, потому что если вы объявили о конкурсе сегодня, то ясно, что сегодня и завтра вы заявки не получите. Поэтому можно даже делать некий гэп, такое временное расстояние между объявлением о конкурсе и начале приема заявок. А дальше, опять же, надо рассчитывать временно написание такой заявки. Ну, обычно вот практика и даже какие-то рекомендации показывают, что этот срок не должен быть больше, меньше, чем 21 день, то есть 3 недели. Но часто этот срок даже месяц бывает. В общем, это от организаторов конкурса зависит. Давайте смотрите сами, для чего вы готовы. Готовы ли вы, вот когда вы определяете эту линию, временную линию проведения конкурса, вот надо смотреть все эти параметры, и тогда будет понятно, когда лучше всего объявить о конкурсе. Теперь дальше. Всегда ли вообще конкурс публично объявляют? Ну, вроде бы казалось, если у вас конкурс, то надо, конечно, чтобы по нем знали. Это как минимум. Но при этом публичное объявление может оказаться совсем необязательным. Почему? Ну, вот представим себе, что у нас происходит конкурс закрытый. Что это такое? Если конкурс закрытый, то, соответственно, есть только определенный круг людей, которые об этом конкурсе должны знать. Вот тогда конкурс публично объявлять не надо. Бывает так, что объявляют о конкурсе по какой-то рассылке своих, ну, я не знаю, своей целевой аудитории, чтобы минимизировать влияние, участие людей, которые выпадают из этой целевой аудитории. Это бывает тогда, когда вы действительно, как организаторы, хотите, чтобы именно ваша целевая аудитория участвовала в этом конкурсе. И одновременно у вас нет достаточно средств. Вы не ожидаете большого прихода заявок, потому что у вас просто не хватит пула вашего денежного для того, чтобы профинансировать достаточным образом всех участников конкурса. Если их будет слишком много, вы просто окажетесь вне самой благоприятной ситуации. То есть объявление о конкурсе, публичное, оно, конечно, не всегда имеет место и не всегда это происходит. Ну, а дальше встает вопрос, а где публиковать? Понятно, что, может быть, очень разные источники информации, и это все зависит и от того, какая у вас география конкурса. Если у вас география в каких-то определенных регионах, то ясно, что именно в этих регионах имеет смысл публиковать объявления. С другой стороны, важнейший принцип – это чтобы ваше объявление дошло до той целевой аудитории, на которую конкурс как раз ориентируется. А это значит, вы должны хорошо понимать, какими источниками информации пользуется ваша целевая аудитория. И, ну, опытные фонды, опытные организаторы конкурсов, они это знают. Иногда, может быть, нужно провести какое-то, ну, такое хотя бы кабинетное исследование по поводу того, какие существуют источники информации. Но, в принципе, вот от этого зависит, где публиковать объявления о конкурсе и любую информацию о конкурсе. Ну, конечно, информация публикуется еще и на сайте организации, в социальных сетях может публиковаться, самой этой организации, которая проводит конкурс. Вот, то есть вариантов здесь много, мы о них еще поговорим. Теперь, если у вас конкурс закрытый и объявлять о конкурсе публично вам не надо, то все равно вам надо, чтобы до тех людей, которых вы приглашаете участвовать в конкурсе, информация дошла. Поэтому вы, как уже и говорил я раньше, рассылаете приглашение той целевой группе, которую вы приглашаете к участию в конкурсе. Вот, и потом, когда вы получите подтверждение, что они, в принципе, готовы участвовать в конкурсе, вы рассылаете это объявление и по результатам, значит, работы с этим объявлением вы получаете определенный набор заявок от вашей целевой закрытой аудитории. То есть этот вариант тоже вполне возможен. Теперь, как нам подготовиться к старту конкурса? Вот у нас, как бы мы решили, что мы запускаем конкурс, например, там 15 февраля или 15 марта. Но до этого нужно провести некоторые действия для того, чтобы быть спокойным, что у нас все прекрасно подготовлено. Ну, прежде всего, надо определить, как мы будем работать с заявителями конкурса. Вот вы объявили о конкурсе, пошли какие-то заявки, и ваша целевая аудитория – это тоже все потенциальные заявители. Как с ними работать? И вот в зависимости от форматов и объема работы с заявителями вам нужен определенный ресурс. То есть вам нужны какие-то люди, которые будут регулярно работать с заявителями, эксперты какие-то, которых вы можете приглашать для работы с заявителями. То есть вам надо определить форматы и объемы, и тогда вы будете понимать, какой у вас должен быть состав команды, которая будет проводить этот конкурс. И другой еще вариант возможен, что у вас конкурс, допустим, не электронный, а бумажный. То есть когда вы заявки получаете в бумажном виде. Это, конечно, уже достаточно устаревший вариант, но он тоже бывает, особенно в небольших конкурсах, где-то в регионах, на небольших территориях. И это тоже нужно учитывать, кто будет эти заявки получать в бумажном виде или ходить на почту за ними и так далее. То есть вот весь процесс работы с заявками и с заявителями, он должен быть учтен для того, чтобы подготовиться к старту и правильно сформировать команду конкурса. Дальше важно, опять же, до начала объявления о конкурсе определить состав конкурсной комиссии. Как мы знаем по опыту, сам процесс оценки заявок, он происходит многоэтапно, но есть некоторая инстанция, которая, в принципе, отвечает за результаты конкурса и которая берет на себя ответственность за его качество, поскольку кто-то должен за это отвечать. И вот это обычно называют конкурсной комиссией, можно называть ее по-разному, и роль конкурсной комиссии может играть, например, правление организации или еще какая-то структура. Но важно, что состав конкурсной комиссии вообще-то должен быть публичным, потому что участники конкурса должны понимать, кто несет ответственность за его результаты. И поэтому надо заранее подготовить этот состав и сделать его публичным, когда конкурс будет объявляться. Дальше вопрос, нужен ли отдельный сайт. Если нужен отдельный сайт или лендинг для того, чтобы вести конкурс, то, соответственно, нужно, опять же, подготовиться, этот сайт подготовить и лендинг подготовить. Вот. Если у вас нет, есть группа в социальной сети, то, может быть, нужна отдельную группу для участников конкурса или отдельный телеграм-канал для участников конкурса. Это тоже потребует определенных усилий до начала объявления. Ну, подготовить онлайн-журнал приема заявок, потому что важно, чтобы заявители видели, что их заявка дошла до организаторов конкурса, а это они могут увидеть только в журнале. Поэтому такой журнал тоже, может быть, имеет смысл не только регулярно вести, но и вести его публично, так, чтобы участники конкурса видели, что их заявка принята и она как бы зарегистрирована. Ну, и, наконец, надо определиться с теми, кто у вас будет заниматься информацией о конкурсе, потому что сама информационная работа, она может быть очень сложной или очень короткой и не такой важной в зависимости от того, кто у вас за конкурс, какие его цели ставите. Вот. И поэтому, если у вас есть информационные партнеры, а их желательно, конечно, иметь, то надо определиться с ними. Иногда у многих фондов такие информационные партнеры, они какие-то стандартные, потому что конкурсы проводятся довольно часто и уже есть определенный набор информационных партнеров, которые готовы как бы поддержать этот конкурс, распространяя информацию о нем. Вот. Но определиться все равно придется до начала объявления. Ну и, наконец, то же самое касается региональных партнеров. Если у вас конкурс происходит в регионах, в разных регионах, то хорошо бы и просто необходимо даже иметь партнеров там. Обычно на роль партнеров очень хорошо подходят местные ресурсные центры и вы с ними вполне можете работать. Но, опять же, это нужно сделать чуть-чуть заранее, до того, как конкурс будет объявлен, чтобы они понимали, что они тоже партнеры конкурса и были готовы к работе с заявителями в частности. Теперь, что еще стоит учесть? Ну, прежде всего, надо понять, какие мы документы будем публиковать вместе с объявлением о конкурсе и где. И такие документы вот здесь перечислены приблизительно, которые, ну, это как бы минимальный набор, который советуют, мы советуем все-таки опубликовать вместе с объявлением. Вот само, если у вас объявление отличается от положения, то, конечно, положение должно быть о конкурсе тоже известно и доступно. Форма заявки тоже важный документ, который, в принципе, может быть в электронном виде, и часто он в электронном виде, но все-таки имеет смысл его состав этого, этой формы заявки опубликовать отдельно, для того, чтобы те люди, которые собираются участвовать в конкурсе, они могли понять, какая им предстоит работа, как эту заявку надо заполнять. И поэтому форма заявки, одновременно форма заявки это важная вещь, которая необходима и для экспертов конкурса, так что ее очень важно сделать публичным. Состав конкурсной комиссии, про что я уже говорил, и, конечно, рекомендации для заявителей, то есть если участники конкурса будут готовить заявку на конкурс, то полезно, чтобы у них были определенные рекомендации о том, как заполнять поля заявки, что нужно учесть и так далее. Вот такие рекомендации, если они есть, а это очень желательно, тоже должны появляться вместе с объявлением о конкурсе. Теперь перейдем к работе с участниками конкурса. Вообще, зачем это необходимо? В принципе, иногда это даже и не нужно. Вот представим себе, что у вас конкурс именно для того, то есть вы проводите конкурс в той сфере, в которой раньше организаторы конкурса или фонды не работали. Им надо понять, что из себя представляет целевая аудитория, например, организации, которые работают с уязвимыми семьями, которые находятся в сложной жизненной ситуации. И при этом раньше они не работали с такой целевой аудиторией. Тогда вполне когда вы объявляете конкурс для таких организаций, ну, на какой-то территории в каком-то регионе, то вы даже еще не знаете, что это за организация, то возможно, что специально с ними работать, ну, например, по тому, чтобы их обучать социальному проектированию, может быть, это и не нужно. Вам хочется снять ту ситуацию, которая сейчас есть в этой царевой аудитории, не работая еще с ней, то есть понять, в каком месте мы находимся сейчас. Но какие-то другие, какая-то другая работа с этими участниками все равно должна проводиться хотя бы консультационная, потому что, ну, про это мы сейчас поговорим подробно, но в какой степени эта работа должна быть организована, это зависит тоже во многом и от целей конкурса, и от масштаба, от регионов и так далее. Вот. Но в принципе работа нужна хотя бы потому, что нам важно, чтобы качество полученных заявок было очень хорошим, максимально хорошим, а это значит, что вы должны помочь участникам конкурса и понять, что из себя представляет конкурс, понять, ответить на их вопросы, если у них они возникают и так далее. То есть какая-то работа нужна. с участниками для того, чтобы конкурс провести успешно. Так что ответ на этот вопрос все равно позитивный. То есть вам надо работать с участниками. В какой степени это теперь теперь какие виды работа в информационное пространство целевой аудитории выводите определенную информацию, полезную для участников конкурса. Ну, например, часто задаваемые вопросы для участников конкурса, какие-то рекомендации. Через мессенджеры вы, например, проводите информационную кампанию, через сети. И это все как бы идет от вас на некоторую неопределенную аудиторию, целевую аудиторию вашего конкурса. И вы никакой обратной связи можете при этом виде работы не иметь. Это как бы одностороннее воздействие, взаимодействие. Другая, другой тип работы с заявителем, он реактивный. Это когда у заявителей появляются вопросы и появляются желания с вами по взаимодействию, общаются. Это может быть горячая линия конкурса, это могут быть разного рода консультации по запросу. Ну, и, наконец, третий тип работы с заявителями, такая проактивная работа с заявителями, это когда вы сами инициируете работу эту с определенным конкретным набором людей, которые участвуют в конкурсе, проводите семинары, проводите обучение и так далее, очно или заочно, но это как бы тогда, когда у вас эта работа уже происходит с конкретными участниками конкурса. вот это там три вида работы, которые возможны. Давайте чуть поподробнее поговорим про каждый из них. Вот один из этих видов это информационная компания. Я уже немного сказал о том, что иногда информационная компания может быть очень широкой, а иногда вполне такой ограниченной, именно потому, что широкая компания нам не нужна. Ну, вот один из примеров, который я уже приводил, это когда у вас просто, ну, недостаточно средств для того, чтобы на весь мир объявить о том, что у вас проводится конкурс. Вы получите там без заявок, на которые вы никак не сможете адекватно отреагировать, у вас просто не хватит средств даже для самых хороших заявок. Это один вариант. Другой вариант, когда вам просто не нужна публичность, вы рассчитываете на определенные контакты с вашей целевой аудиторией и широкая информационная компания с вовлечением разнообразных средств массовой информации, сетевых средств интернета, ну, она вам в общем не нужна, и вы более или менее проводите эту информацию точечно. Вот, поэтому многое зависит от того, чего вы хотите добиться в результате конкурса, какая у вас целевая аудитория, поэтому ответ на вопрос, когда нужна информационная компания, ну, вот тогда, когда она действительно адекватна и разумна, когда она действительно способствует достижению цели конкурса. Теперь, какие могут быть цели информационной компании? Опять же, самая простая цель любой информационной компании, это чтобы потенциальному заявителю или потенциальному члену, члену вашей целевой аудитории информация о конкурсе дошла, чтобы вовлечь этих людей в участие в конкурсе. Понятно, что возможно цель информационной компании и другая. Например, если у вас одна из целей конкурса это как бы поддержать то направление деятельности, которому конкурс посвящен. Например, если конкурс посвящен опять же ну, каким-то семьям в трудной жизненной ситуации, то вы хотели бы, чтобы об этом знало как можно больше людей, знали бы, что проблемы таких семей интересуют этот фонд, что это важная проблема социальная, и тогда цель информационной компании будет не просто распространить информацию среди вашей целевой аудитории, но и сделать ее более публичной для того, чтобы продвинуть вот саму идею такого конкурса и саму тематику этого конкурса у населения. То есть надо смотреть, какая пространство и количество людей, знакомых с этой проблемой, тогда это дополнительная цель информационной компании, ее надо учитывать. Теперь пойдемте дальше. если вы решили проводить серьезную информационную компанию с большим количеством участников и большим количеством информационных источников, то полезно составить медиаплан для информационной компании, в который обычно включается время, когда информация распространяется, тип этой информации и через какие средства массовой информации. То есть разработать такой медиаплан в течение прохождения конкурса, то есть как минимум до того, как будет дедлайн и закончится прием заявок, потому что после этого информационная компания может быть либо свернута, либо продолжена в другом ключе, с другими целями и задачами. Так что медиаплан для широкой информационной компании вещь полезная. Ну и теперь про возможные работы со СМИ и с аудиторией, когда мы говорим об односторонней работе, когда организаторы конкурса работают с целевой аудиторией, как бы не видя ее. Ну, во-первых, со СМИ это известно, это пресс-конференция, пресс-релизы, если вы еще не знаете каких-то тонкостей, как проводить пресс-конференции, пресс-релизы, то по этому поводу есть уже в информационном поле много разной информации, можно почитать, посмотреть. Вот тут я не буду останавливаться подробно о том, как такие пресс-конференции проводятся, но это полезно, если вы хотите вовлечь большое количество СМИ. А СМИ, для СМИ это хороший информационный повод, вот любой конкурс, потому что в ходе конкурса распределяются деньги, а что может быть интереснее для СМИ, чем распределение каких-то денег среди каких-то, я не знаю, игроков рынка или игроков вот социального, среди социальных проектов. Поэтому, как правило, СМИ с интересом относятся к любым конкурсам, особенно если у вас есть уже СМИ, с которыми вы сотрудничали. Так что вот пресс-конференции, пресс-релизы по разным поводам, по тому, когда начинается конкурс, по тому, когда конкурс заканчивается, это все вещь полезная для информационной компании. Ну, кроме того, в ходе информационной компании полезно проводить интервью с экспертами, интервью с заявителями, с организаторами конкурса, и это все должно появляться достаточно регулярно для того, чтобы пребывание конкурса в информационном поле было постоянным, чтобы о нем все время напоминать. Это хороший пиар и для самой организации, которая конкурс проводит. Так что еще могут быть напоминания о сроках подачи заявки, то есть, скажем, когда осталось там 10 дней, так и об этом написать, что осталось всего 10 дней, спешите подавать заявку или что-то, и еще раз про конкурс напоминаете. Рекомендации могут быть по отдельным аспектам заявки, то есть, опять же, какие-то эксперты дают интервью или пишут короткие заметки о том, что такое, например, инновационность проекта, если у вас она предусмотрена в заявке, или как определить цель проекта и так далее. Вот такие рекомендации, они тоже могут быть частью информационной кампании, которая напоминает о том, что конкурс идет, что конкурс важен, что мы приглашаем принимать участие нашу целевую аудиторию в этом конкурсе. Теперь, ну, понятно, что информационная кампания часть работы с потенциальными заявителями, вот, но она работает и на целевую, на более широкую целевую аудиторию, про что мы уже тоже говорили. Другой тип, как я говорил, это консультации по запросу, когда у заявителей есть какие-то вопросы, есть какие-то непонимания, и вы организовываете серию консультаций. Но прежде чем мы к этому перейдем, я хочу спросить у Анастасии, там не было еще у нас никаких вопросов? Нет, в чате я пока не вижу вопросов. Ну, понятно. Ну, да, тема такая, может быть, и вопросов вообще не будет. Но если будут, пожалуйста, пишите, и я постараюсь оперативно на них отвечать. А сейчас продолжаем рассказывать про консультации. Консультации могут быть без на разных. Вот, и форматы их могут быть тоже разные. Во-первых, они могут быть либо очные, либо онлайн-консультации. если вы проводите какие-то консультации почта, то, конечно, нужен план этих консультаций, программа, когда они проводятся. Вы должны сделать достоянием общественности часы этих консультаций, где они проводятся. Вот, если онлайн-консультации, то они обычно проводятся по каким-то линиям обратной связи. Наверное, может быть, на сайте специальная такая обратная связь, когда любой человек может задать вопрос по поводу конкурса, и вы оперативно на том же сайте отвечаете. Возможно, это по телефону, есть номер телефона, горячая линия. То есть, форматы могут быть, как вы понимаете, очень разные. Теперь, в чем содержание может быть консультации? Ну, вот здесь перечислено несколько видов. Например, ясно, что формальные требования и параметры конкурса иногда могут быть непонятны из объявления или могут быть трактоваться по-разному, и тогда эти вопросы задаются. Соответственно, есть возможность в ходе консультации эти вещи уточнить. Про процедуру подачи заявок тоже может быть консультация и вопросы по этому поводу. могут быть даже содержательные вопросы по тематике конкурса, чтобы по каким-то критериям, потому что иногда критерии понимаются по-разному, и заявители могут спросить, а что вы имели в виду вот под таким-то критерием? Про смысл, про разделы заявки тоже может быть, а что вы рекомендуете писать вот в таком-то разделе и так далее. по бюджету понятно, потому что бюджет наиболее сложная часть такая фактологическая, но очень сложная, поэтому там может быть очень много разных вопросов, как учитывается софинансирование, что можно финансировать, а что нельзя финансировать. Это все по идее есть в объявлении о конкурсе, но все-таки иногда такая очная консультация, она бывает полезной. Бывают даже консультации по поводу релевантности проектной идеи, когда к вам обращаются, говорят, а вот, например, у меня такая идея есть, вообще она подойдет для данного конкурса или нет? И тут можно, конечно, это тоже вполне допустимо, когда вы скажете, что да, но если вы учтете такие-то, такие-то вещи, то вполне возможно, что заявка такого типа с такой идеей может быть подана на конкурс. А вот что нельзя делать, на мой взгляд, и что очень неконструктивно, если к вам в ходе консультации приходят с драфтом заявки и говорят, вы мне не можете помочь и сказать, а что тут не так в этой заявке, что бы хорошо было переделать. Вот такого типа консультации я бы советовал не проводить, потому что есть соблазн фактически написать заявку вместо заявителя, а это вообще не очень хорошо, тем более, что тут может быть замешанный конфликт интересов, и поэтому вот это я бы не советовал делать в ходе консультации. Ну и где и кто проводит консультации, это тоже важный элемент, который, что надо обсудить до объявления о конкурсе, о чем я уже раньше говорил, потому что возможно, что вот консультации содержательные по тематике конкурса, по пониманию критериев, по идее, должны проводить не работники фонда, например, которые могут какие-то вещи не знать, а скорее эксперты, которых вы привлекаете для того, чтобы проводить такие консультации, если у вас есть возможность привлечь экспертов для этих целей. Но иногда и сотрудники фонда, они тоже вполне могут ответить, особенно если они занимались конструкцией этого конкурса, то ясно, что они должны понимать все элементы, которые заложены в заявке, хотя такое бывает не всегда. В общем, здесь надо понять, кто будет проводить консультации, где они проводятся, проводятся они или в офисе фонда, и тогда там надо указывать адрес и время, либо они проводятся на территориях, где у ваших партнеров, если конкурс проводится на каких-то территориях. И, конечно, очень важен вопрос ответственности за консультацию. Может случиться так, что в ходе консультации получат информацию, которая, в общем-то, неверна, которая противоречит тому, что вообще задумывали участники конкурса. И поэтому какая-то работа предварительная или возможность проконсультироваться с, скажем, с авторами конкурса, она должна быть у всех вовлеченных в консультации, потому что какие-то вопросы могут быть достаточно сложными. И если эти вопросы сложные появляются, иногда нужно взять паузу и сказать, что я проконсультируюсь и узнаю точнее ответ на ваш вопрос и обязательно вам ответим. Но если вы не уверены, лучше не отвечать сразу в ходе консультации. Ну, теперь наиболее такой сложный этап работы, это когда очная работа с заявителями проходит. Она тоже может быть очень разная. Это могут быть семинары, вебинары, курсы. Все, опять же, зависит от того, что вы хотите добиться этой работы. Если вы просто проводите какие-то информационные семинары с объяснением деталей конкурса и каких-то его параметров, это одно. Если вы проводите обучающие какие-то курсы по социальному проектированию для того, чтобы заявки были хорошего качества и грамотно написанные, то это другое. И в ходе таких очных работ с заявителями здесь написано, про что полезно было бы рассказывать. Основа социального проектирования это очень важная вещь, потому что качественная заявка без этого невозможна. К сожалению, у нас очень много разных курсов по социальному проектированию. К сожалению, качество их бывает достаточно низкое. И поскольку участники конкурса это простые наши НКОшники, которые могут каких-то тонкостей социального проектирования не знать, если вы им это рассказываете, то лучше рассказывать им простым языком на примерах каких-то, так, чтобы ваши слушатели поняли саму суть социального проектирования не какие-то схемы абстрактные, а вот смысл, ключевой смысл, а что такое проект, как этот проект грамотно описать. Кроме того, в ходе такой работы с заявителями нужно, конечно, рассказывать об особенностях конкурса, о приоритетах данного конкурса, о цели и так далее, требования и ограничения бюджета проекта, потому что очень часто, ну, бывает так, что в заявке эти вещи не учитываются. Что? Алло, кто-то, кто-то говорил. Все в порядке, у кого-то, видимо, включился микрофон. Да, извините. Вот, о том, как правильно заполнить заявку, это тоже полезно знать заявителям. И про типичные ошибки. Вот, я проводил несколько таких вебинаров, которые называются «Лечилка проектов». Это хорошая, полезная штука, когда, например, если у вас конкурс проводится достаточно регулярно, то можно взять несколько проектов прошлого конкурса, которые не прошли, и среди заявителей нынешних и прошлых можно провести такой семинар, где разобрать ошибки этих проектов и объяснить, почему эти проекты оказались не в победителях. Это такая вот формат «Лечилки проектов» объяснить, что надо было бы изменить, чтобы проект стал, ну, проект победил в конкурсе или у него было больше танцев для победы, потому что, конечно, победа зависит не только от качества проекта, но и от качества экспертизы, как мы все хорошо знаем. Вот, ну, еще некоторые общие рекомендации тоже полезно объявить и рассказать участникам конкурса, потому что есть какие-то важные общие вещи, которые часто участники конкурса не учитывают. Вот, ну, и рассказать о возможности получения индивидуальных консультаций. Но, вообще-то, вся вот эта работа с заявителями и консультацией, и очная работа, они, теоретически, они вообще не нужны, потому что сами документы конкурса должны быть настолько понятны и самодостаточны, что участники конкурса, прочитав их, обязательно качественно заполнят все заявки. К сожалению, в жизни этого не происходит. И сколько бы ни читали всяких инструкций, заполняют все равно не так, как требуется в инструкциях. Именно поэтому вот эта очная работа, она необходима, к сожалению. Иногда просто удивляешься, почему они не читают и не учитывают то, что вам там рожговано, рассказано, прописано. Вот, так устроен человек, к сожалению. Так что надо иметь это в виду. Еще есть такая форма работы с заявителями, как публичная защита проектов. В некоторых конкурсах, особенно в конкурсах небольших, региональных, где заявители более или менее знают друг друга, знают экспертов, вот проводят такая публичная защита проектов. Причем публичная защита, она может оказаться для разных. Она может быть для населения публичная защита, для целевой аудитории, перед целевой аудиторией, такая защита, перед экспертами. Вот защита перед экспертами, она полезна, потому что тогда вы получаете обратную связь от экспертов и можете эту заявку доработать. Вот. И даже если это не эксперты, а целевая аудитория, тоже вы можете понять, насколько для целевой аудитории важно то, что спроектировали авторы проекта. То есть организовывать такие публичные защиты, может быть, имеет смысл, но в этом есть и определенные тоже минусы. С одной стороны, это организационно довольно непростая вещь, и важно еще, что непонятно, как учитывать эту публичную защиту. С одной стороны, публичную защиту вы организовываете, с другой стороны, нигде, как правило, не описано, каким образом результаты этой публичной защиты должны учитываться в экспертизе. Вообще-то никак не учитывается. Получается, что эта публичная защита, конечно, полезна для заявителей, но на результаты конкурса особого влияния может не оказывать. Вот. Ну, бывает еще также, что бывает публичное голосование за проекты. То есть, если проекты, ну, некоторые проекты, они, как бы, о них есть информация в сети, краткое описание проектов может быть, и тогда еще организовывают голосование, сетевое голосование в пользу тех или иных проектов, что может быть один из способов продвижения конкурса просто становится более известным, потому что голосовать за или против кого-то или оценивать проекты, в общем, наши зрители и читатели любят. Вот. Поэтому такие конкурсы могут быть, причем на этапе до защиты, до того, как проекты будут экспертами оценены, либо после какого-то первого этапа оценки и какие-то попадающие в шот-лист могут получить какую-то дополнительную, ну, дополнительные очки за счет голосования. Но голосование вещь достаточно такая рискованная именно потому, что, возможно, накрутки, возможно, мобилизация сторонников и увеличение голосования за проект, хотя он, может быть, не очень хороший. вот. Ну, но бывает так, что это полезно. И вот, например, в последнем конкурсе, правда, это конкурс не проектов, а конкурс призовой, «Золотой код», это такие фандрайзинговые инициативы лучшие, вот, там было голосование в сети и оно даже учитывалось при общей оценке вот этих поданных заявок. Так что варианты здесь могут быть разные, но надо понимать и плюсы, и минусы этого подхода. Ну, теперь, если вы хотите, и это очень полезно, дать какие-то общие рекомендации участникам конкурса, организовать их, вот здесь перечислены несколько из таких рекомендаций, которые всегда полезно напомнить участникам конкурса, для того, чтобы они немножко в себя пришли и не делали таких явных каких-то ошибок. Ну, вот, здесь первое, это касается понимания, это их конкурс или нет, чтобы не участвовали во всех конкурсах подряд, просто для того, чтобы получить деньги на всякий случай. Вот, изучите требования, рекомендации, изложенные в конкурсной документации, обратите внимание на критерии, потому что это очень важно объяснить им, что вот эти, по этим критериям будет оцениваться ваш проект. Если информации по критерию заявки нет, и вы ее не описали, то, пожалуйста, вот, учтите это, иначе критерий ваш не будет оценен должным образом. избегать употребления специальных терминов и писать проще и понятнее, вот, комментировать обязательно бюджет, потому что необходимо обосновывать необходимость затраты их размер, вот, и обязательно дать почитать кому-то вашу заявку перед тем, как отсылать ее на конкурс. Это очень полезно, и не только авторам заявок, но и вообще всем авторам пишущих текстов, прежде чем его делать публичным, хотя бы вы сами прочитайте еще раз перед этим, потому что обидно, когда опечатки или какие-то неясности, а сейчас это особенно, когда автоматически заменяются слова, у нас умные редакторы может такое понаписать, что потом сам не поймешь, отчеты немного ведут. Ну, и вот самый известный, который сильно помогает организаторам конкурса, совет не тянуть со сдачей заявки до последнего дня. К сожалению, это не работает, и, конечно, там иногда 40, иногда даже 50 процентов заявок появляется в последние дни. Но вот очень важно еще и вести мониторинг того, что у вас происходит с динамикой получения заявок. И вот этот эффект, про который я сейчас сказал о том, что там большая часть заявок происходит в последний день, вот его тоже надо иметь в виду, но тем не менее, если вы видите, что заявок очень мало, вот тут надо думать о том, что, возможно, имеет смысл перенести сроки конкурса хотя бы на неделю, там, на две, и сделать это как бы не просто втихую, а в общем широко распространить, чтобы еще раз дать возможность людям поучаствовать в этом конкурсе. Вот. Но вот эти рекомендации, и их еще много может быть всяких, это я некоторые ключевые написал, полезно их доносить достаточно регулярно для участников конкурса. Вот, наверное, все. На этом я заканчиваю свой не очень долгий спич, потому что тема у нас более-менее понятная, но тем не менее, какие-то элементы, какие-то тонкости имеет смысл учитывать. Вот про что я и соответственно хотел, на что я хотел обратить ваше внимание. Спасибо. Если есть вопросы, появились там вопросы, нет, в чате вопросов не появилось, у нас есть в чате от Натальи Желудович комментарий, что лечилку проекта еще можно назвать ретроспективы, где участники разбирают ошибки и выполняют предупреждающие действия. Да, возможно. Назвать можно все как угодно, важно, что там внутри. Так что, ну вот, у нас назвали так, а можно и назвать ретроспективы. Это хорошее тоже название, умное. Вот, хорошо. Значит, вопросов нет и никто не хочет задать его вслух, если есть вопрос. Карина нас благодарит, говорит, что все подробно. Спасибо вам всем тоже за внимание и за вот за такие, за такую высокую оценку. Спасибо. Вам спасибо. Хорошо. Но теперь мы передаем слово тем, кто на самом деле занимается конкурсом. Я перед тем, как Эльвире передать слово, хочу чуть пораньше, может быть, рассказать о тем, кто беспокоится по поводу сертификатов за тест предыдущий. Мы их еще пока не рассылали. Все хорошо, они будут, но будут немножечко попозже. И всем, кто успешно прошел тест, мы обязательно, обязательно все отправим. А еще мы вроде бы хотели потом в конце разобрать. Вот это тоже хорошо сказать, чтобы люди раньше времени не убегали. Может, они узнают. Если, да, если вы хотите узнать, разбирали, были с нами в прошлый раз и проходили тесты, хотите узнать, какие же все-таки ответы были на этот тест, то вы тоже можете дождаться финала, и мы обязательно все покажем и все разберем. Ну что ж, Эльвира, я передаю вам слово, напоминаю тем, кто может быть с нами не с самого начала, что с нами Эльвира Ильниченко, руководитель проектного офиса Центра управления социальных инноваций Гранд Трафтинг. Офис занимается развитием культуры и технологии грантов, исследованием, продвижением технологий развития местного сообщества. В общем, перед нами эксперт, но мы других вам и не предлагаем с многолетним опытом развития и администрирования конкурсов и компаний. Настя, спасибо большое. Вячеслав Павлович, спасибо. Да, прямо такое представление очень сильно обязывает. Сейчас буду стараться соответствовать. Добрый день, коллеги. Вячеслав Павлович, спасибо вам большое за такой четкий конкретный обзор работы с победителями, ой, с заявителями, прошу прощения, на что мы вообще должны обращать внимание, когда мы выстраиваем работу по объявлению конкурса и по работе с заявителями. Я, в свою очередь, продемонстрирую прямо на конкретном кейсе, если позволите. Я просто не ожидала, что меня так уже подробно представят, поэтому включила слайд, кто со мной не знаком, с кем я не знакома. То есть я действительно уже больше 20 лет работаю в некоммерческом секторе, 15 из них занимаюсь в том числе развитием грантовых конкурсов. И сегодня я буду показывать пример работы с заявителями на кейсе программы Музея Русского Севера компании Северсталь. Компания Северсталь реализует этот конкурс, вернее, эту программу большую благотворительную при поддержке компании Сизе и Фанэнсан. И надо сказать, что это на самом деле одна из старейших благотворительных программ бизнеса, то есть с 2007 года она реализуется, и внутри нее есть много разных компонентов. Сейчас мы про них поговорим, в том числе конкурсы, и причем не один. И посмотрим, что мы делаем для того, чтобы работать с заявителями своего конкурса, какие мы вопросы себе ставим и как на них отвечаем. Вот еще один такой слайд покажу, мне кажется, тоже важным для понимания, что именно мы делаем с заявителями. Такой пример этой программы это такая понятная синергия разных сторон. То есть есть компания, для которой эта программа и ее часть ее корпоративно-социальной ответственности. Есть приглашенные эксперты из обладающихся экспертизой в профессиональном музейном сообществе, потому что программа работает именно для музейного сообщества. И вот эти эксперты, такие ведущие федеральные региональные эксперты, они с одной стороны являются теми, кто читают заявки, но с другой стороны у них роль на этом не ограничивается. Мы их активно вовлекаем вообще в процесс, образовательный процесс, процесс взаимодействия такого, консультирования заявителей. То есть про это мы тоже сейчас подробнее чуть-чуть расскажу. Ну и компетенция, естественно, некоммерческого сектора, да, как бы наши команды и фонда Траектория, которые обеспечивают качество проведения этого процесса на всех его этапах. Что за программа? Еще два слова, чтобы вы понимали, вот в чем специфика, да, программа Музея Русского Севера, это программа, направленная на создание условий для развития сообщества, территории присутствия через поддержку региональных музеев и музейного дела. Да, то есть мы работаем, прежде всего, с музеями, это 12 территорий присутствия компании, с музеями, как с институциями, с музеями, вот как организациями, также с профессионалами из музейного сообщества, с отдельными людьми, то есть у нас есть разные форматы работы. Вот, и, соответственно, такие ключевые фокусы программы, это возможность непрерывного профессионального развития через различные образовательные информационные форматы, экспертная коммуникационная поддержка с нашей стороны и развитие сообщества музейных сотрудников, участвующих в программе укрепления горизонтальных связей. Почему я обращаю внимание на эти фокусы? Потому что они также будут проявляться в том числе через ту работу, которую мы ведем с заявителями. И, как я уже говорила, что программа, она такая многокомпонентна, и вот в 2022 году, надо сказать, что в 2007 году она там периодически трансформируется за счет того, что, вернее, как некоторый отклик на те современные вызовы, которые существуют и те потребности, которые есть у музеев. И в разные годы разные компоненты внутри программы есть. Грантовый конкурс есть всегда, но, тем не менее, к нему дополняются еще другие компоненты. В 2022 году это был образовательный компонент. Мы проводили большой онлайн-интенсив трехдневный для представителей музеев сообщества музеев Роского Севера. Мы проводили конкурс на дистанционное и онлайн-обучение, двухэтапный конкурс грантов на реализацию социокультурных проектов, сопровождение победителей грантового конкурса и специальные усилия мы вкладывали в то, чтобы развивать такое горизонтальное сообщество и повышать экспертность и заметность членов, вернее, еще профессионалов музейного сообщества на региональном и на федеральном уровне. И у нас здесь есть как раз пункт 2 и пункт 3, это два конкурса, внутри которых, естественно, есть работа с заявителями, мы сейчас на нее подробнее посмотрим. Это конкурс грантов на дистанционное онлайн-обучение, мы поддерживаем индивидуальную такую траекторию обучения на сертифицированных дистанционных онлайн-программах. То есть любой сотрудник музея может подать, выбрать для себя сертифицированные программы и подать заявку на то, чтобы пройти на них обучение, получает грант на это обучение. И второй грантовый конкурс у нас он проходит не совсем стандартно, в два этапа. То есть у нас есть конкурс проектных идей по упрощенной форме заявки и конкурс уже социокультурных проектов, на который подается такая большая, подробная в лучших традициях грантовых конкурсов заявка. Чуть-чуть подробнее ниже расскажу, почему такая происходит двухступенчатость и в чем как бы там смысл. А сейчас давайте с вами посмотрим, что мы делаем, когда мы проводим конкурс грантов на дистанционное онлайн-обучение, какие вопросы вообще могут возникать перед заявителями и как мы на них пытаемся ответить. Ну, очевидно, стандартно, что одна из основных таких, один из основных моментов работы с заявителями это всегда есть информационный, то есть мы хотим рассказать про то, что есть грантовый конкурс, но так как он проводится уже не первый год, то наша аудитория, 12 территорий, 12 музеев, мы понимаем, что это такая достаточно понятная ограниченная территория, конечно, они уже, ну, большинство из них знают про этот конкурс, да, и вопрос в том, участвуют они или не участвуют, он возникает, он даже скорее за пределами того, знают они о нем или нет, да, и мы понимаем, что у наших заявителей возникает таких два вопроса, зачем мне вообще нужно учиться, да, ну, и как выбрать, куда пойти, вот, если я понимаю, что мне нужно, куда мне пойти учиться, и что мы делаем для того, чтобы помочь им ответить на эти вопросы. Мы проводим серию таких экспертных интервью с нашими экспертами, о которых я как раз упоминала, да, и мы просим их рассказать про то вообще, какая может быть стратегия и тактика выбора программ повышения профессиональной квалификации, да, и переподготовки, то есть если, как вообще вот может прийти понимание, что мне нужно уже, пора учиться, и как, какую стратегию я должен для себя выстроить для того, чтобы понять, куда учиться, да, идти. И вот я сейчас привожу примеры наших форматов за два последних года, за 22-й, за 21-й, и каждый раз после проведения определенного компонента внутри программы мы всегда проводим опрос тех, кто участвовал в этом компоненте, да, ну, понятно, этот опрос касается того, насколько была качественная процедура, есть ли какие-то вопросы к процедуре, но и к содержанию, да, что было, чего не хватило и так далее. И мы увидели, что вот по прошлому году нам участники сказали, что, знаете, нам не очень хватило понимания вообще вот среди каких учреждений выбирать. Мы какой-то список готовили, да, на сайте такой рекомендованный, он не ограничивался, заявители могут вообще сами абсолютно выбрать учебное заведение, главное, чтобы оно соответствовало требованиям, имело лицензию, было сертифицировано и эта программа была связана как-то с музеем, да, с повышением квалификации вот внутри его такой траектории индивидуальной развития. Вот, и, но не хватало понимания как бы, а вот спектр, да, каков спектр этих образовательных учреждений, где их можно выбрать. В ответ на это в этом году мы пригласили специалиста, специального музеолога Яну Дериндяеву, и она подготовила нам такой большой тематический рубрикатор образовательных организаций. То есть, проводя конкурс, мы всем заявителям рассказывали, что вот есть большой тематический рубрикатор, там, на 60 с лишним страниц, описывающий разные-разные темы, разные направления, куда вы можете пойти учиться, да, и как бы вы можете выбрать для себя в этом смысле, ну, понятное для себя учреждение, понятное направление развития. И провели такой практически тоже вебинар, да, про то, как вообще опять искать, как определять для себя, куда пойти учиться. Но здесь еще есть еще один момент, про который мы говорили. Вот понимание, хорошо, я это выберу, что мне это даст, да, и мы приглашали поделиться личным опытом победителей конкурса на дистанционное обучение, то есть, чтобы они рассказали, как они выбирали, да, дали какие-то советы, рекомендации, во-первых, как выбирать, во-вторых, как вообще использовать те знания, которые они получили, что из тех знаний, которые они получили, как бы им пригодилось, что, может быть, было не очень адекватно их запросу, да, то есть, вот такие вот личные истории, которые могли от человека к человеку помочь вообще, на самом деле, вот эту для себя правильный выбор сделать внутри этого конкурса. И еще так упровели дополнительный формат с Андреем Зимаревым из Белозерского музея, который рассказывал уже про опыт именно обучения, да, то есть, вот он учился в Шаненке на программе по креативному индустрии, если я сейчас не ошибаюсь, и Андрей рассказывал про то, как он, почему он это выбрал, да, что конкретно он получил и как он это встроил уже в свою работу, да, то есть, чтобы вот для каждого заявителя был вот виден, видна эта вся траектория, весь этот путь, да, как я выбираю, что мне это дает внутри обучения, на что я должна обратить внимание и как я потом это могу использовать. Вот, это вот то, что касается конкурса на дистанционное онлайн-обучение. Конкурс проектных идей. Я уже говорила о том, что наш грантовый конкурс, он состоит из таких двух этапов. Да, это конкурс проектных идей и конкурс уже заявок на получение гранта, на получение финансирования. Что такое конкурс проектных идей? Конкурс проектных идей – это прием заявок в очень упрощенной форме, буквально описание идеи, что бы вообще хотелось бы, из какого зерна хотелось бы проращивать социокультурный проект. И победители конкурса проектных идей получают возможность консультации у наших членов экспертного совета, про которых я как раз говорила, что мы их активно вовлекаем во все процессы, не только в экспертизу. И, соответственно, это профессионалы музейной сферы, признанные на федеральном и региональном уровне. И эти четыре консультации позволяют из этой проектной идеи дорастить социокультурный проект. Что важно, это никак не гарантирует победы в грантовом конкурсе, это не является условием участия в грантовом конкурсе. То есть это можно подавать на конкурс проектных идей и не участвовать в грантовом конкурсе. Можно подавать на грантовый конкурс и не участвовать в конкурсе проектных идей. То есть это скорее наш вклад в то, чтобы повысить уровень проектного мышления и понимания заявителями, как вообще двигаться музею в такой социокультурной логике, Если музей готов развиваться дальше, готов выходить за пределы своей привычной текущей деятельности. И что здесь важно, мы проговариваем с нашими экспертами, что здесь не должно быть подготовки заявки на грант, они никак не участвуют в подготовке заявки на грант, они не читают драфты заявок на грант. То, что они помогают, это они помогают через свои вопросы, через свои рекомендации, на что еще можно посмотреть, какие еще есть практики и идеи. Вот именно еще раз помочь пройти заявителю на конкурс проектных идей, вот этот путь от того, когда у меня есть мысль, что я могу сделать, до того, когда у меня есть уже как бы четкий выстроенный алгоритм, проблема, цель, задачи, механизм реализации, результаты, команда, бюджет и партнеры и так далее. И на самом деле, когда уже мы назначаем экспертизу, если у нас есть участники в грантовом конкурсе, которые были победителями конкурса проектных идей, то, естественно, чтобы избежать конфликта интересов, их заявки не попадают на экспертизу тем экспертам, которые с ними работали. То есть это мы тоже все отслеживаем. Надо сказать, что абсолютно не все победители конкурса проектных идей потом подают к нам заявки на грантовый конкурс, но мы с удовольствием видим, что они получают затем, становятся победителями, например, на других грантовых конкурсах, уже выстроив такой свой путь, более четкого понимания, как двигаться в социокультурной логике. И какие у нас, соответственно, здесь есть задачи на конкурс проектных идей? Нужно вообще на самом деле, чтобы заявители поняли, а зачем им это нужно. Вот есть грантовый конкурс, внутри которого я получу деньги, есть конкурс проектных идей, внутри которого я еще на самом деле беру на себя обязательство эти консультации получить и что-то с ними сделать, и как-то работать. И для того, чтобы донести эту мысль до заявителей, мы спрашивали победителей прошлых лет конкурса проектных идей, почему они решили участвовать, что было ценным, как изменилось их понимание работы с идеей, и в общем, вот такие моменты. И делали серию постов в социальных сетях с победителями прошлых лет, которые отвечали на эти вопросы и рекомендовали вообще нашим потенциальным заявителям посмотреть под таким углом на участие в конкурсе проектных идей. Ну и конкурс, соответственно, уже на финансирование, конкурс грантов на реализацию социокультурных проектов. Вот у нас сейчас как раз проходит экспертиза внутри этого конкурса. Соответственно, опять же, помня про все предыдущие задачи про удержание информационном поле, напоминание об этом, консультирование и так далее, я сфокусируюсь только на отдельных каких-то форматах, которые мы делали дополнительно. Так что понятно, что в этом конкурсе есть и объявления, есть и работа со СМИ, есть рассылка по базам данных, есть напоминание участникам периодически, да, как бы с определенным ритмом о грантовом конкурсе. Есть, соответственно, обучение социокультурному проектированию через вебинары, да, и это все есть. Я про вот некоторые дополнительные форматы, что мы еще можем делать, да. Опять здесь для нас как бы встает вопрос, что нам очень как бы хотелось бы, чтобы у наших заявителей было ответы на несколько таких вот для себя, несколько пунктов, да, зачем мне подавать заявку, да, как разработать качественный проект и как оформить заявку. Соответственно, мы всегда все-таки стараемся начинать с вопроса зачем, да, и вот допустим, как бы один из форматов, мы проводили ток-шоу с экспертами программы «Пять вопросов о социокультурном проектировании». Да, и в таком вот, в логике того, чтобы показать вообще на самом деле, зачем музею социокультурный проект, зачем ему выходить за пределы той деятельности, которую он ведет, вспомнить, что может дать ему дополнительные, что может дать ему дополнительные проекты, как эти проекты вообще встроены в работу с сообществом, как они могут менять, изменять сообщество, вовлекать его в деятельность музея, усиливать это сообщество, да, то есть вот такую смычку, чтобы такой сначала возник такой верхний уровень вообще, ну, как бы понимания зачем и такой мотивации. Еще в эту же тему мы делали такой флешмоб «Эксперт-эксперту», и когда наши же эксперты задавали вопросы про социокультурное проектирование, другим нашим экспертам мы делали это публично, да, то есть мы делали вопрос, и он адресовался кому-то из наших экспертов, и эксперт отвечал на него, мы все это делали в соцсетях, чтобы вот это такие нестандартные вопросы, потому что, ну, конечно же, вопрос – это всегда способ подумать по-другому про какую-то привычную нам историю, про привычную нам логику, и благодаря этим вопросам мы старались, опять же, подсветить для заявителей какие-то неочевидные, нестандартные мысли про то, чем важны для них вообще проекты и участие в грантовом конкурсе. Делали, конечно же, ток-шоу с победителями конкурса прошлых лет, личный опыт – это такой наш тоже понятный формат, мы его стараемся всегда использовать, потому что видим, что это правда работает, в том числе, помните, я говорила вам про фокусы внутри программы, у нас есть фокус про развитие горизонтальных связей, да, и это тоже вот, ну, как бы направлено в том числе на этот фокус, то есть мы решаем здесь две задачи – и продвижение грантового конкурса, и дополнительные форматы, позволяющие укрепить наши действия вот в рамках этого фокуса. Они рассказывали про то, как они вообще пришли к идее, какие были сложности, в чем была разница вот между тем, что они придумали проект, а потом вот получили деньги, начали действовать, да, в чем здесь была разница, да, и как бы к чему они, может быть, не были готовы, что, может быть, получилось по-другому. Причем мы брали именно победителей разных лет, не предыдущего года, а вот за пять лет последних, да, чтобы такие были разные проекты, и уже можно было где-то посмотреть прям так ретроспективно, да, что изменилось, что произошло. Вот тоже очень хороший, интересный формат получился. Ну и надо сказать, что вообще практически со всех этих форматов мы всегда еще что делаем? Помимо того, что мы форматы выкладываем, видео, там, записи и все остальное, мы всегда стараемся еще делать либо расшифровки, если это большой образовательный семинар, да, мы вот, например, делаем такие вот девять ошибок грантовых заявок, и как их избежать, да, там, расшифровка семинара. Либо мы еще делаем карточки, примеры вы тоже видели, с какими-то интересными цитатами, сказанными участниками, например, на ток-шоу или на вебинаре, да, те мысли, которые могут, вот, ну, подумать и дальше как-то уже вот раскрутить определенную логику. Вот, ну и, конечно же, мы делаем различные вебинары экспертов программы, да, про то вообще, ну, что такое социокультурное проектирование, как разработать заявку, и в том числе про этипичные ошибки, да, вот хотели как лучше, а получилось. Вот, например, как раз вот недавно, вот в этом году при проведении грантового конкурса Марина Мацкевич, наш эксперт, читала такой, такой вебинар, ну, вот, я, в принципе, как человек, который тоже периодически проводит и вебинары по социальному проектированию про разбору типичных ошибок, я получила удовольствие, на самом деле, от того, как она это представила, с очень красивыми, интересными метафорами, потом этот, ну, специалист культурной сферы, да, то есть там еще очень такой красивый, интересный видеоряд был подобран, так что, если кому-то интересно, на нашем канале в YouTube запись размещена, можно посмотреть, вот, и что еще, такой важный формат, опять же, работы с заявителями, после подведения итогов грантового конкурса, понятно, что есть заявки, которые не стали победителями, у нас доступна опция получить обратную связь, она дается по запросу, то есть организация может написать, что мы бы хотели получить обратную связь вот по нашей заявке, и наши эксперты готовят подробную обратную связь про сильные и слабые стороны заявки на основе тех комментариев, которые были получены от трех экспертов, да, то есть три эксперта смотрят на заявку, и, соответственно, вот на основе этих трех комментариев готовится такой развернутый ответ, чтобы было важно доработать. Надо сказать, что, ну, мы так тоже отслеживаем, смотрим, что с этим дальше происходит, ряд организаций, которые получили такую обратную связь, например, в прошлом году или позапрошлом, да, то есть они становились потом победителями грантовых конкурсов, то есть если это для людей правда важно, для зрителей, да, то есть они могут использовать это как такую точку опоры для того, чтобы пересобрать свою логику, пересобрать свой проект и понять, как же двигаться дальше, что же еще нужно делать. Да, еще про один формат тоже не упомянула, вот помню, опять же, фокус про горизонтальные связи и про экспертность, да, у нас есть одна из таких задач, которые мы для себя рассматриваем. В музеях Русского Севера у представителей музейного сообщества накоплен большой экспертный потенциал, но далеко не всегда они считают себя реальными экспертами, и мы, в том числе, помогаем им в этом, мы проводим вебинары от представителей нашего сообщества, да, и в том числе вот в этом году при подготовке к грантовому конкурсу несколько представителей наших музеев, наших территорий, руководители музеев, заместители руководителей музеев, да, как бы управленческий уровень проводили, также вебинары про социальное проектирование, вебинары про вот как бы различные подходы, которые помогают сделать качественную заявку, все это тоже вот одна из таких работ, которые мы делаем, с одной стороны, это работа с заявителями, с другой стороны, это работа с сообществом. Вот, ну, на самом деле, на этом я, наверное, буду останавливаться, и каналы коммуникации наши, в начале 2022 года их было больше, сейчас их осталось вот столько, как, в принципе, наверное, и у всех. Если возникают, если есть у вас сейчас какие-то вопросы по нашему конкретному кейсу, то буду рада на них ответить. Коллеги, можно в чат, можно голосом. Ну что ж, будем считать, что вопросов нет, есть последние несколько секунд вырваться в эфир и их задать, пока я благодарю Эльвиру, да, и пока мы с вами. Спасибо вам огромное за выступление, спасибо за такой интересный кейс. Вас благодарю не только я. Ольга Дмитриева спрашивает, какие каналы закрылись, но я думаю, стандартно, те же соцсети, да? Да, ну, как бы у всех две известные соцсети, которые, наверное, теперь не надо называть, да? Ну, как бы, да, то есть у нас мы довольно большие усилия вкладывали, кстати, как раз в развитие этих социальных сетей в прошлом году, да, и в одну из них мы только пришли в прошлом году и, как бы, очень активно раскачали сообщество. Но, к сожалению, вот, ну, естественно, что мы сконцентрировали сейчас вся информация в социальных сетях, это только ВКонтакте, ну, и YouTube, который, в который мы выкладываем видеоконтент, который создаётся внутри программы. Ну, что ж, прежде чем, да, не успела, вот пишет Эльвира Грифурина, пишет спасибо, Надежда пишет спасибо, Карина, очень много пишет спасибо, и вам, и Вячеславу Ивановичу. Прежде чем мы с вами перейдём к нашему тесту и к ответам на вопрос, да, для тех, кто был с нами в прошлый раз, я хочу сказать вот что. Во-первых, мы уже после этого вебинара можем пройти тест. Я сейчас брошу его в чат, и если вы хотите сделать это по горячим следам, то вы можете нажать эту ссылочку и открыть в соседней вкладке «Тест». Что ещё? У нас уже есть регистрация на следующий вебинар, он будет 15 декабря. Это четвёртый вебинар, и его тема будет «Сбор заявок». Да, ссылочку, ну, естественно, мы эти ссылочки вам пришлём, но вы можете уже также их открыть. Мы обязательно в течение пары дней пришлём вам материалы и видеозапись того, о чём мы сегодня с вами говорили. Да, ещё раз напомню, что мы проверили тесты прошлые, но не успели разослать сертификаты, они обязательно будут. Да, ну и я думаю, что мы можем перейти к нашим тестам, а Вячеслав Иванович нам прокомментирует ответы. Я остановлю запись перед этим. Продолжение следует...